Привет всем, друзья! У нас очередные полезности и пришло время ответов на вопросы. После урока, посвященному Спартак Чемпион, где мы делали кач и меняли его ритмику, многие из вас задаются вопросом, как тренировать ритм? Я вам хочу еще подсказать парочку полезных вещей, которые помогут вам слышать музыку, отчасти понимать музыку, и эту музыку, ее ритмическую компоненту использовать в вашем танце. Первая вещь, которую очень важно освоить, когда вы изучаете тот или иной ритм, научиться ходить ритмически. Самая простая механика ту-степ, и вспомним наш Спартак Чемпион. Напомню, ту-степ это такая механика, при которой вы перемещаете свое тело то вправо, то влево. Теперь попробуем задать темп и сделать ритмический рисунок Спартак Чемпион. Смотрите, раз и два и три и фо и. Раз и два и три и фо и. Спартак Чемпион. Четверть, четверть, две восьмые четверть. Раз и два и три и фо и. Раз и два и три и фо и. Здорово. Но опыт показывает, что даже опытные танцоры, опытные ученики не всегда справляются с этой механикой. Почему? Потому что когда вы делаете движение с одинаковой длительностью, вдруг делаете длительность отличную от той, к которой вы привыкли, у вас в голове наступает такой ступор. Так вот, относитесь к таким упражнениям, то есть берете шаг любой, берете ритм и пытаетесь через этот ритм сделать тот или иной шаг, относитесь к этому как развитию координации. Итак, напоминаю, первое, первое упражнение – это научиться ходить в тот ритм, который вы себе придумали. Вторая очень важная механика, она вам поможет освоить стили, такие как робот, анимейшин и вейвинг – это движение рук по квадрату. Руки двигаются очень резко, смотрите, задаем темп и делаем «Спартак чемпион». Раз и два, и три, и фоу, и раз, два, и три, и фоу, и спар, так, чемпион, спар, так, чемпион, спар, так, чемпион. Я почему на вейвинг вышел, просто вам хочу показать, что ритм – это один из способов развития вашей вариативности, поэтому не бойтесь ритма, не бойтесь сольфеджио, потратьте на это время, сначала будет очень тяжело, но зато потом вы возьмете свои наработки, и они для вас откроются в новом свете. Еще раз напомню, чтобы ваш ритм заработал вашим танцем, вначале научитесь его ходить. Спар, так, чемпион. Видите, я меняю стили, беру самые простые вещи, но тем не менее, когда я на них накладываю ритм или делаю их ритмически, они становятся более интересными. Надеюсь, вам идея была понятна в сегодняшней встрече, если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь, задавайте вопросы, буду рад на них ответить. Всем удачи, до новых встреч!